Пневматического робота отучили сминаться при сматывании в катушку. Роботы и дроны 16-12-30 NOIAP. 2019 сложность 2.5. Пневматического робота отучили сминаться при сматывании в катушку. Stanford Charm Lab. YouTube. Американские инженеры лишили проблему сминания мягкого пневматического робота, установив в головную часть электромоторы с роликами. Благодаря этому робот сматывается обратно по той же траектории, по которой изначально разворачивался, и практически не воздействует на окружающую среду, говорится в припринте на Arxiv.org. Мягкие роботы одно из экспериментальных направлений в современной робототехнике. Для решения реальных задач они пока что практически не используются, однако обладают рядом преимуществ перед жесткими конструкциями и не боятся ударов, сдуваются для транспортировки или хранения. А также могут безопасно использоваться рядом с людьми и животными, поскольку мягкий корпус сильно понижает риск травмы. При этом у мягких роботов существуют и очевидные минусы. Они боятся острых препятствий и проколов, а если работают на пневматике, то им требуется внешний компрессор. Кроме того, иногда простота конструкции приводит к появлению и других специфических проблем, которые инженерам приходится решать. Например, надувное тело в некоторых условиях может смяться и изменить запланированную траекторию движения робота. Именно с такой проблемой столкнулась группа инженеров из Стэнфордского университета под руководством Маргарет Каэт. Созданный ими пневматический робот состоит из катушки и надувного хвоста, который способен постепенно надуваться и расти вперед. В основании хвоста установлены направляющие актуаторы, позволяющие менять направление хвоста, проникая в труднодоступные места. Сминание хвоста и последующее неконтролируемое движение Поделиться При тестировании выяснилось, что при достижении неудачного соотношения длинных хвоста и изгиба робот в режиме инверсии сминается с одной стороны и вместо втягивания внутрь начинает двигаться вбок, двигая окружающие объекты и перемешивая образцы забираемого материала. Проведя моделирование, инженеры установили пороговые значения, при которых робот начинает заминаться, а также выяснили, что этого вообще не должно происходить, если точка приложения усилия к оболочке будет расположена на конце хвоста, а не в его основании. Для того, чтобы переместить активную точку сматывания от основания хвоста, катушка, к его концу, инженеры разработали конструкцию из кольца с роликами и электромоторами, через которую пропускается оболочка. У модифицированного робота именно ролики, установленные в конце хвоста, отвечают за приложение силы присматывания оболочки, в то время как катушка в основании лишь выбирает слабину. Поделиться. Экспериментальная проверка показала, что благодаря такой конструкции робот действительно не сминается при сматывании хвост, возвращается по той же траектории, по которой он рос. Кроме того, кольцо с роликами исключило смазывание образцов телом робота и теперь он не перемешивает даже несколько материалов, забранных в одной точке. Единственный ощутимый минус конструкции, установленный в конце хвоста, заключается в том, что она ограничивает габариты частиц, которые может собрать робот. Но это, по словам авторов, решается установкой комплектов из кольца и роликов с другими размерами. Есть и другой способ решить проблему сминания пневматических роботов, например, разбить тело на отдельные сегменты, каждый из которых сам по себе прямой, а общий изгиб конструкции происходит благодаря межсегментным сочленениям. Именно так поступили инженеры из Токийского технологического института, построившие 20-метровую надувную робозмею. Николай Воронцов.